Приветствую вас, меня зовут Филипп Хобб. В сегодняшнем видео ХКЦ мы побеседуем с очень особенным гостем, которого я имею честь представить, генералом Куетом. Господин Кует, замечательно, что вы сегодня с нами. Большое спасибо. Рад быть здесь. Господин генерал, позвольте сказать несколько слов о вас. Буду краток, потому что если бы я зачитал весь ваш послужной список, мы бы сидели тут до завтра. Несколько фактов, чтобы дать слушателям представление о вас. Вы были генеральным инспектором Бундесвера и, следовательно, самым высокопоставленным военным в нашей стране. То есть были выше по рангу всех остальных военных страны. Вы также возглавляли штаб планирования Федерального министерства обороны и были председателем военного комитета НАТО. Так что, если кто-то в Бундесвере и НАТО и знает, о чем говорит, так это вы. Не могли бы вы кратко пояснить мне и слушателям, чем занимаются председатели военного комитета НАТО? Да, пожалуй, следует пояснить, что председатель военного комитета НАТО является высшим военным офицером НАТО. НАТО, можно сказать, стоит на двух колоннах, политической и военной. Во главе политической колонны находится генеральный секретарь НАТО, а во главе военной колонны председатель военного комитета НАТО. Председатель военного комитета НАТО избирается тайным голосованием из числа начальников генеральных штабов стран-членов. Они выбирают председателя из своего числа. Я полагаю, это редкость в военной сфере, но в НАТО такова традиция. Таким образом, председатель военного комитета возглавляет заседание комитета. Ему подчиняются два стратегических командующих, которые... Я провел реформу структуры командования НАТО, совершив переход от региональной структуры к функциональной структуре. Есть два стратегических командующих. Один отвечает за операции, а другой за трансформацию. Для меня было важно, чтобы вооруженные силы НАТО всегда соответствовали контексту текущей ситуации с безопасностью с точки зрения политики безопасности и технологий, а также были способны выполнять задачи, которые ставят перед ними политики. Так что в том, что касается планирования, в том числе операционного планирования, все это работа военного комитета НАТО. Члены военного комитета НАТО собираются не реже двух раз в год, а в остальное время еженедельно встречаются с представителями других начальников штабов. У НАТО есть небольшое военное посольство, которое обычно возглавляет трехзвездочный генерал, небольшой штаб, и они выполняют работу на месте. Стоит упомянуть еще кое-что, раз мы собираемся говорить о войне на Украине. Будучи председателем военного комитета НАТО, я также был председателем комиссии начальников генеральных штабов Украина НАТО. Так что начальники генштабов стран НАТО и начальник генштаба Украины сидели, так сказать, за одним столом. Я также был председателем совета начальников штабов России НАТО. На этих встречах присутствовал начальник генерального штаба России. И ко всему прочему, я также был председателем совета начальников штабов Евроатлантического партнерства. Там военные представители 48 стран собирались вместе и обсуждали будущее мира, безопасность НАТО, а также кризисы и конфликты на земном шаре. Об этом тоже хотелось бы упомянуть. Наверное, также стоит сказать, что в Германии еще никто не занимал столько постов одновременно. Хорошо. Тем интереснее сейчас иметь возможность задавать вам вопросы как раз по этим темам, потому что, думаю, многие люди замечают, что в последние годы репортажи в основном стали очень односторонними, и люди часто очень чутко реагируют, когда появляются альтернативные голоса, и всякий раз складывается впечатление, что случилось чудо каждый раз. Медиааппарат все более чувствительно реагирует, когда внезапно появляются противоположные мнения, которые могут привнести в умы людей новую идею или новый взгляд на вещи. Давайте перейдем к следующему пункту, господин генерал. Война на Украине продолжается уже более полутора лет. Вспоминая то время, начало войны, скажите, были ли вы удивлены реакцией на нее со стороны политиков и общественности? В смысле, раньше всегда говорили «нет поставкам оружия в зоны боевых действий», а сегодня те же голоса говорят «оружие ради мира». Откуда, по вашему мнению, эта готовность к эскалации и явное непонимание потенциальной опасности расширения этого конфликта? По сути, проблема в том, что у нас в политике есть люди, которые формируют немецкую политику, которые из-за некомпетентности, а также из-за своего невежества, проводят ту политику, которую мы наблюдаем с последней смены правительства. Так что я не был удивлен таким развитием событий. Оно скорее разочаровало меня, потому что, прежде всего, тот фанатизм, с которым проводится эта политика, зашоренная, без оглядки по сторонам, и прежде всего, без принятия во внимание благосостояния собственного населения, а также, не учитывая того, какие последствия такая политика имеет для населения Украины, страдающего от этой войны в виде сотен тысяч погибших и разрушения этой страны. Вот что скрывается за красивыми словами «Украина должна победить». Это почти заклинание, словно читая заклинание, министр иностранных дел, посещая Украину, произнесла. «Украина победит, потому что должна победить». Это не политика, это фанатизм, и это очень разочаровывает. Прежде всего потому, что это выбрасывает за борт все уроки нашей истории, которые мы применяли в нашей внешней политике и политике безопасности на протяжении последних десятилетий, основываясь на накопленном опыте. А ведь именно эта политика привела к воссоединению нашей страны. Эта политика позволила нам десятилетиями жить в безопасности и благополучии. Все это находится под угрозой, потому что наша новая политика проводится без учета рисков. Вы уже упомянули возможность эскалации, и без учета возможных последствий, как для украинского народа, так и для нас. Я считаю это безответственным. Да, мне приятно, что вы говорите такие слова, потому что именно такую политику эскалации проводят люди, которые, прикрываясь образом сторонников мира, на самом деле идут на эскалацию, но при этом не обладают базовыми знаниями, чтобы осознавать последствия, которым она приведет. Я думаю, что лишь немногие люди из числа военных, как вы, действительно понимают, что такое война, и какие ужасающие последствия она может принести обществу на десятилетия вперед. Была ли возможность предотвратить эту войну? И если да, то как? Разумеется, войну можно было предотвратить. Мы видели, как в конце 2021 года, когда ситуация становилась все более острой, 17 декабря Россия направила очень объемный, очень требовательный документ в Соединенные Штаты Америки и в НАТО. В основе этого документа лежал определенный взгляд на события. События, которые с точки зрения России угрожали миру и затрагивали интересы российской безопасности. И, по сути, в двух словах, все сводилось, во-первых, к вопросу вступления, членства Украины в НАТО, а во-вторых, к вопросу судьбы людей, считающих себя русскими, или, по крайней мере, русскоязычными гражданами Украины, проживающих на Донбассе. И, оглядываясь назад, мы видим, что Запад в лице некоторых стран НАТО, и прежде всего Соединенных Штатов, не был готов говорить об этом. Если бы они начали диалог, это стало бы, по крайней мере, попыткой предотвратить войну. Но даже это не было сделано с должной серьезностью. Вместо этого напряженность лишь подпитывалась. Я вспоминаю комментарии нашего министра иностранных дел, которая сказала по поводу членства Украины в НАТО, что каждое государство имеет право выбирать союзников. Это, в принципе, верно, но в отношении членства в НАТО это не так. С точки зрения России, это было воспринято как ужесточение позиции Запада и, в конечном итоге, привело к их нападению. Нельзя оправдывать это нападение России на Украину, которое нарушает международное право и является агрессивной войной. Но речь не об этом. Вопрос только в том, сделали ли мы все возможное, чтобы предотвратить эту агрессивную войну. И ответ однозначно нет. Есть американские ученые, очень уважаемые ученые, которые говорят, что Запад спровоцировал это нападение. Я бы не стал заходить так далеко, но мы не сделали того, что могли. И здесь нужно добавить, что война могла бы закончиться примерно спустя шесть недель. В Стамбуле прошли очень интенсивные переговоры, инициированные президентом Турции. И обе стороны добились, на мой взгляд, очень хорошего соглашения для Украины. Но после этих переговоров, хотя был итоговый документ, его парафировали, но он не был подписан. Именно из-за давления со стороны Запада. Может, Джонсон посетил Киев 9 апреля, как раз чтобы помешать его подписанию. Как бы то ни было, этого не случилось из-за давления коллективного Запада. Во всяком случае, ряда стран НАТО во главе с США. Я нахожу это особенно прискорбным, потому что, по сути, все события, многочисленные смерти, произошедшие впоследствии с украинской стороны, а также разрушения их страны, берут начало именно от этого момента. Все, что произошло с 9 апреля, с момента визита Джонсона, еще можно было предотвратить. Это надо понимать. И был еще один шанс в середине сентября, перед частичной мобилизацией в России. И этот шанс тоже был упущен. В настоящий момент есть еще одна возможность. Потому что боевые действия на прошлой неделе на Украине началось распутиться, так что наступать механизированными силами уже не получится. По крайней мере, в течение определенного периода времени. Думаю, до начала декабря. То есть наступает период замедления войны. А это всегда возможность усадить оппонентов за стол переговоров. Но решение об этом должно приниматься не в Киеве, а в Вашингтоне. Сейчас вы сказали две очень важные вещи, которые нам в СМИ всегда преподносят совершенно иначе. Во-первых, нам говорят, что нападение России было внезапным и совершенно неожиданным. А во-вторых, что российская сторона всегда отказывается вести мирные переговоры. Запад хочет переговоров, Запад протягивает руку, но русские отказываются. И вы совершенно ясно дали понять, что все совсем не так, как об этом изо дня в день говорят в наших СМИ. Давайте мы говорим об украинском. Я хочу сказать, что Путин недавно сказал совершенно обратное. Я мог бы привести несколько цитат Путина, в которых он объясняет, что готов к переговорам в любое время. Например, 17 июня, когда африканская мирная делегация находилась в России, он сказал, что всегда готов к переговорам со всеми, кто готов вести переговоры честно и признавать взаимные интересы в сфере безопасности. Так что здесь, здесь все вполне однозначно. Отказ всегда исходил от Запада, а иногда и от Украины. Президент Украины Зеленский даже издал в начале октября прошлого года указ, запрещающий ему и его правительству вести переговоры с Россией. Так что, чтобы переговоры начались, сначала придется отменить это решение. Как я уже сказал, возможностей было несколько. И как всегда бывает в случае с каждой войной, есть те, кто хочет войны, есть те, которые не хотят предотвращать войну, и есть также те, кто не может предотвратить войну. Так что можете сами определить, кто к какой категории относится. Да, я думаю, наши зрители с удовольствием напишут в комментариях, что они обо всем этом думают, и как в СМИ это освещалось совершенно наоборот. Давайте перейдем к украинскому весеннему наступлению, которое затем перешло в летнее наступление. О нем много говорили, и небольшие территориальные изменения всякий раз сильно раздувались в СМИ. Я бы хотел спросить у вас, поскольку вы хорошо знакомы с ситуацией, действительно ли в ходе этого наступления, которое, по-видимому, уже подошло к концу, были достигнуты значительные территориальные приобретения, и увенчалось ли оно какими-либо стратегическими успехами? Целью этого наступления было разорвать сухопутный коридор между Россией и Крымом, например, дойдя до Мариуполя. Дело здесь в том, что Крым, по сути, является логистическим хабом, логистическим центром для российских вооруженных сил на Украине. Большая часть обеспечения, будь то топливо, продовольствие или боеприпасы, идет не все, но большая часть идет через Крым. И идея была в том, что если прервать поставки этого снабжения, то российские вооруженные силы ослабнут, и это привело бы к стратегическому развороту ситуации в пользу Украины. Что ж, этого не произошло и не произойдет. Вопреки тому, что преподносится западными СМИ как большие успехи, на практике мы видим частичные успехи Украины, частичные территориальные приобретения. Генсек НАТО некоторое время назад сказал, что украинские вооруженные силы будут каждый день проходить, отвоевывать по 100 метров. Если возьмем расстояние до Мариуполя, это 86 километров. Тогда Украине потребовалось бы 860 дней, чтобы достичь цели. Это, конечно, как видите, звучит много ерунды. На самом деле, ситуация выглядит следующим образом. Мы видим проведение асимметричных операций. Украинским вооруженным силам надо вернуть украинскую территорию. И каждый квадратный метр, как описал украинский главнокомандующий Залужный в интервью газете «Вашингтон-Пост» некоторое время назад, каждый квадратный метр дается ценой большой крови. Потери украинских вооруженных сил непомерны, особенно в этом наступлении. Российские вооруженные силы, напротив, перешли к обороне, к стратегической обороне. И их цель – не удерживать территорию любой ценой, а уничтожить украинские вооруженные силы. Это принцип фон Клаузовица сделать противника беззащитным. И тогда остальное последует само собой. Так что именно эту цель преследуют российские вооруженные силы. И вот уже несколько дней россияне даже говорят об активной обороне. То есть они готовят наступление, так сказать, контрнаступление против наступления вооруженных сил Украины. И на севере, на фронте Улимана и Купенска, мы видим, что русские уже совершают небольшие операции, успешные операции. Посмотрим, что из этого получится. Думаю, можно предположить, что в какой-то момент русские действительно перейдут в более масштабное наступление, потому что они собрали в тылу значительные силы. Говорят о 350 тысячах человек. Они создали еще одну армию, 25-ю армию. Они накапливают значительные силы, и это может означать только одно. Они готовятся для рывка. Не могу сказать вам, когда. Я принципиально не спекулирую, но все указывает на это. И тогда вопрос, конечно, в том, какую цель ставят перед собой русские. Вполне возможно, и это мое предположение, что они попытаются закрепить свои завоевания. Это подразумевает выход к бывшим административным границам Донецкой и Луганской областей. Но две другие области, которые Путин объявил территорией России 30 сентября прошлого года, а именно Запорожье и Херсон, также нуждаются в стабилизации территории. И я также предполагаю, что они попытаются взять Одессу, потому что Россия рассматривает Одессу как исторически важный российский город. А это будет означать, что они попытаются воссоединиться со своими оккупационными силами в Приднестровье. Это бы не составило много труда. Однако есть один момент, и я думаю, об этом, пожалуй, надо сказать. После этого русские могли бы сказать, мы достигли цели нашей специальной военной операции. И вопрос в том, как тогда поведет себя Запад. Захочет ли он продолжать войну, или решит воспользоваться этой возможностью, чтобы положить войне конец. Вот большой вопрос. Но здесь есть один фактор неопределенности. Днепр — широкая река, местами шириной в несколько километров. И украинские военные несколько раз пытались пересечь его в последние недели. В этом они не преуспели. Однако русские до сих пор не разрушили мосты через Днепр, а их в зоне боевых действий около 20. Если бы они это сделали, это стало бы для них большим преимуществом, потому что это значительно затруднило бы снабжение украинских вооруженных сил. Значит, можно ожидать, что они тоже могут форсировать Днепр. Но я убежден, что они не намерены оккупировать всю Украину. И, кстати, я придерживался такого мнения с самого начала, потому что потребовалось бы слишком много усилий. Это оккупационные силы, связанные с этим расходы и многое другое. Но прежде всего, потому что Россия, как, впрочем, и Соединенные Штаты, хочет избежать прямой конфронтации между Россией и НАТО. И если бы они оккупировали всю Украину, тогда, по сути, солдаты НАТО оказались бы в России. Подумайте также о немецких солдатах в Литве, переглядывающихся с русскими через границу. И риск того, что это приведет к технической или человеческой ошибке, и последует эскалация, которую невозможно будет контролировать политически, риск этого был бы очень велик. Думаю, обе стороны хотят этого избежать. Хотелось бы надеяться. На мой следующий вопрос вы фактически уже ответили, но я все же спрошу вас. Возможно, ответ будет кратким и лаконичным, ведь именно так об этом всегда говорят в СМИ. Президент Украины Владимир Зеленский всегда говорит, что они не прекратят борьбу, пока не будет взят Крым и возвращены все оккупированные Россией территории. Считаете ли вы нечто подобное реалистичным в данных обстоятельствах? Нет. На самом деле никто, кто хоть что-то понимает в этом вопросе, не считает это реалистичным. Украинские вооруженные силы находятся в критическом состоянии. То, что мы видим сейчас, является по сути шуткой. Это уже не наступление. Наступление провалилось. Это нужно говорить совершенно четко. Но это означает лишь то, что возникает другой риск. Видите ли, российские вооруженные силы, Россия в целом, имеют два стратегических преимущества. Об одном из них мы только что говорили. Это логистический центр в Крыму. Второе преимущество это возможность атаковать Украину на больших расстояниях от двух с половиной до трех тысяч километров с помощью крылатых ракет и беспилотников. Хотя Украина и может пытаться отражать эти атаки с помощью современных систем противовоздушной обороны, западных систем, но она просто не в состоянии уничтожить пусковые установки, чтобы с самого начала предотвратить такие атаки. И вот сейчас наступает новый этап, новая фаза войны от отчаяния, что это наступление, которое долгое время хвалили на Западе теперь провалилось. Украина пытается совершать атаки глубоко в России. И президент Зеленский сказал, кажется, это было в июле, после атаки беспилотника на Россию, что постепенно война переходит на территорию России. ее символические центры и военные базы. Именно это сейчас пытается делать Украина в качестве альтернативы. Но это новый этап эскалации. Война переходит на более высокий уровень. И у меня такое впечатление, что это последний этап эскалации перед тем, как Украина попросит Запад прислать солдат вслед за системами вооружения. Потому что системы вооружения не могут компенсировать людские потери ВСУ. Это заблуждение бытует среди неспециалистов. Особенно у нас в Германии, которые всегда говорят только о системах вооружения, но при этом совершенно забывают, что сотни тысяч украинских солдат погибли или были так тяжело ранены, что больше не могут сражаться. Да, да. Украинская армия находится в критическом состоянии. Вот почему речь идет о новом этапе войны. И мы, Германия, играем в этом особую роль. Украина может начать этот этап только в том случае, если у нее будут такие системы, как Таурус. Хотя они уже давно пытаются получить системы Атакамс от американцев, пока что американцы отказываются. Почему? Американский президент сказал то, о чем в Германии никто не говорит. Он сказал, мы не поставляем Атакамс, мы хотим избежать Третьей мировой войны. Однако в Германии дискуссии о системах Таурус все еще идут. И это крайне важный вопрос для нашей страны. Господин генерал, вы уже несколько раз упоминали высокие потери Украины. И здесь СМИ опять же выставляют все так, как будто русские понесли огромные материальные и человеческие потери. А на Украине речь идет о 100-150 тысячах человек. Так или иначе мы знаем, что Украине пришлось заплатить большую цену кровью. Вы также беседовали с очень уважаемым человеком, господином Роджером Кеппелем из Швейцарии, из журнала Вильтвохи, который также очень привержен истине. А за несколько недель до вас там был полковник Макгрегор, который, кстати, прекрасно говорит по-немецки. И он говорил о 400-460 тысячах человек, то есть число погибших солдат уже приближается к полумиллиону. Он сказал, что перед весенне-летним наступлением число погибших составляло 400 тысяч человек, и по его оценкам, за время наступления добавилось еще 60 тысяч. Можете ли вы назвать число по вашим данным? Обычно я не привожу никаких цифр, потому что они меняются каждый день. На данный момент мы видим, что Россия называет цифры потерь Украины, а Украина называет цифры потерь России. Да. Даже американцев Украина держит в неведении относительно своих потерь. Но когда мы говорим о потерях, нужно четко понимать, что мы под этим подразумеваем. В число потерь входят как погибшие солдаты, так и те, что получили настолько серьезные ранения, что больше не могут сражаться. Именно это число имеет в виду МакГрегор. Я думаю, что эти цифры реалистичны, исходя из того, что я слышу от других людей в Соединенных Штатах. Некоторые утверждают, что число потерь с начала наступления 4 июня даже выше, чем называет МакГрегор. Также нужно добавить следующее. Потери русских в начале войны были высокими на первом этапе войны, в первые две-три недели. к настоящему моменту их стало меньше. Как знает, каждый военный у обороняющейся стороны потери всегда меньше, чем у нападающей, потому что нападающие выходят в открытую местность. Обороняющиеся ведут бой с укрепленных позиций. это совершенно иная ситуация. Кроме того, я просто хочу объяснить, почему МакГрегор вероятно прав. Кроме того, Россия обладает абсолютным господством в воздухе над полем боя. В частности, использование россиянами ударных вертолетов чрезвычайно эффективно. Следует также добавить, что российские вооруженные силы располагают современной информационной системой управления и контроля, то есть отличную систему взаимодействия, связывающую разведывательные и ударные системы. И эта система позволяет им реагировать практически без задержек. Это означает, что после обнаружения цели она может быть поражена в течение нескольких минут, иногда даже секунд. Это делает введение боевых действий русскими чрезвычайно эффективным. И есть также третий момент. Говоря о маневренной войне, которую мы наблюдали вплоть до октября прошлого года, превосходство русских заключается также в том, что они прекрасно владеют общевойсковым боем, то есть синергичным взаимодействием различных систем вооружения. Это навык, требующий длительного периода обучения. Надо учитывать, что простому солдату требуется около десяти лет, чтобы стать командиром роты. И на каждом из этих этапов командир группы, командир взвода и, наконец, командир роты отрабатывается это искусство ведения боя. Такому не обучиться за шесть недель. И поэтому на Украине есть бригады, девять из которых прошли обучение за границей, в основном в Германии, и три бригады, в смысле до наступления, три бригады, обученные на Украине западными инструкторами. Их учили работать с западными системами вооружения, но научиться вести общевойсковой бой они за это время не могли. Напомню, в этом заключалась критика в адрес украинских вооруженных сил, что они не смогут реализовать на практике то, чему научились, что они не сосредоточат свои силы для мощного прорыва, а дезорганизуются. Такая критика ошибочна, потому что всего этого неправильно было ожидать от украинских военных. И все то, о чем я сказал, приводит нас к выводу, что украинские потери непомерны по сравнению с российскими потерями. Здесь нужно отметить, что опять же это полностью противоречит тому, какую картину нам с самого начала изображали СМИ, а именно, что русские войска невозможно превзойти в плане дилетантизма, что у них постоянно расстреливают офицеров и даже генералов, что они без конца теряют технику, что эту технику собрали чуть ли не в каменном веке, это техника времен Второй мировой и холодной войны, и их войска ужасно плохо обучены, что моральный дух войск также очень плох. Мы до сих пор слышим, как газета Бильд постоянно публикует материалы, где несколько российских солдат говорят на камеру по-русски, мы больше не хотим воевать, мы сыты по горло тем, что не получаем ни боеприпасов, ни продовольствия. Складывается впечатление, что у русских в лучшем случае третьесортная армия. Это идет вразрез с тем, что вы нам говорите. Российские значительно сильнее, чем были до войны. Значительно сильнее. Это очень современная, очень мощная армия. Конечно, есть и исключения, это совершенно очевидно. Однако, если мы будем говорить о численности личного состава, то к украинским потерям добавляются также потери, особенно в последнее время, во время наступления от сдачи в плен. Порой целые роты сдаются русским. Вдобавок к этому очень невелико число тех, кого можно мобилизовать. В немецких средствах массовой информации даже сообщалось, как откупаются от призыва. Они платят от 6 до 10 тысяч долларов. Их освобождают от призыва, и они уезжают за границу. И таким образом поступает огромное число людей. Президент Украины пытался навести порядок в этом вопросе. Не случайно уволили министра обороны, 6 его заместителей, руководителей военкоматов. Например, сообщается, что руководитель военкомата в Одессе смог заработать на этом несколько миллионов. Так что все это нужно рассматривать в контексте. Но когда вы говорите, что у нас разная информация, тут надо понимать, что это война. Это не только военное столкновение. Это еще и информационная, а также экономическая война. И журналисты, фронтовики этой информационной войны часто выдают желаемое за действительное. Но многое совсем не так, как они себе представляют. И к такому положению дел мы уже привыкли. Лично я нахожу это самым пугающим во всей этой ситуации. Мы живем в открытом плюралистическом обществе. Мы гордимся тем, что являемся демократией. И раз за разом говорят о том, что надо поддерживать эти ценности, отличающие нас от других. И что мы делаем? Например, мы игнорируем требования Конституции о мире. Конституция политиков вообще не интересует. Мы игнорируем право на свободу слова. Хотя все знают, что мнение есть такая нижненемецкая поговорка, может вы ее знаете. Речь одного человека, речь не одного. Пусть и другая сторона будет услышана. Именно таков принцип плюралистической демократии. Противоположные мнения надо выслушивать, а не подавлять. Это подавление выражения мнений, с которым нам, к сожалению, уже приходилось сталкиваться в прошлом, никогда не приносило нам пользы. Не принесет оно нам пользы и сейчас. Безусловно. Если немного отвлечься от войны на Украине и посмотреть на ситуацию в мире сейчас, то мы видим ежедневную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке после нападения Хамас из Израиля приходят ужасные кадры. В секторе Газа целый квартал сравняли с землей. Похоже на Берлин в 45-м. Все дома разрушены. Раньше в этом квартале проживало 33 тысячи человек, а теперь там невозможно жить. В целом, я должен сказать это совершенно честно, относительно этого разгорающегося конфликта, в который могут втянуться разные страны. Мы слышим угрозы со стороны Ирана, в Сирии Израиль нанес удары по аэропортам в Алеппо и Дамаске без какой-либо провокации сирийской стороны. Все это похоже на разрастающийся пожар, охватывающий все большую площадь. Считаете ли вы, что опасность Третьей мировой войны еще больше возросла в связи с конфликтом на Ближнем Востоке? Я немного предвзят, потому что у меня много друзей в Израиле, я часто бывал в Израиле, так что я не беспристрасти говорю сразу. И все же я считаю ту ситуацию, которой мы позволили сложиться, и об этом приходится говорить снова и снова уже много лет невыносимой. Мы ничего не... Возможно, вы вспомните Кэмп-Дэвидские соглашения, мирный договор, подписанный с Израилем, президентом Египта Садатом. В последние годы его положениями пренебрегали. Мы должны попытаться разрядить и разрядить ситуацию в краткосрочной перспективе, потому что нельзя просто преследовать месть, руководствуясь принципом глаз за глаз, зуб за зуб. У этой военной кампании должна быть разумная политическая цель. Решение, возможно, только на основе принципа «два государства для двух народов». Но в последние годы все значительно усложнилось. Я не хочу вдаваться в подробности, но любой, кто этим интересовался, понимает, о чем я. Пока что меня обнадеживает тот факт, что Египет, как и Иордания, явно не готовы вмешаться. Основной риск в том, что в конфликт включится Хезболла. Мы уже наблюдаем столкновения на границе, но надо понимать, что Хезболла намного сильнее, чем Хамас, совсем другой масштаб. И Хезболла пользуется огромной поддержкой со стороны Ирана, так что это пороховая бочка, но я не считаю, что все настолько плохо, что сейчас начнется такая война, как в 67-м или 73-м годах. Вероятно, такого не будет. И я надеюсь, прежде всего, я слышал, что президент Байден завтра летит в Израиль. Да. Думаю, США попытаются выступить посредником. И я надеюсь, что Россия также примет в этом участие, что она также поспособствует урегулированию конфликта. Президент Путин высказывался об этом. Ситуация на Ближнем Востоке такова, что в последние годы Россия приобрела влияние в Сирии и за ее пределами. И нужно учитывать, что у крупных игроков, крупных государств, хотя они и соперничают друг с другом, в данном случае интересы совпадают. В том смысле, что никто не хочет эскалации, чтобы этот конфликт перерос в большую войну. Вот на что я надеюсь. А затем нам придется искать решение проблемы с нуля. Решение палестинского вопроса должно быть найдено и должен установиться стабильный порядок, сколь бы трудным это ни было, учитывая географию и всю ту ненависть, что накопилось за многие десятилетия. Что действительно важно, что к моему большому сожалению, две великие державы, Россия и Соединенные Штаты Америки, вступили в такое соперничество, которое, как мы сейчас видим, приводит к извержениям везде, где затрагиваются интересы обоих государств. После воссоединения Германии у нас был период, когда мы очень тесно сотрудничали с Россией в НАТО, существовали тесные политические связи и очень тесное военное сотрудничество. К этому привело, и это очень важный аспект, то, что было построено взаимное доверие и разрушены предрассудки. И все это с годами было разрушено. Все началось в 2002 году с прекращения Соединенными Штатами участия в договоре по противоракетной обороне, что было истолковано Россией, как попытка добиться превосходства в межконтинентальных стратегических вооружениях. А затем в 2008 году состоялся саммит НАТО в Бухаресте, где тогдашний американский президент Буш всеми силами пытался добиться приглашения Украины в НАТО. Эти моменты обязательно надо учитывать. Не следует также игнорировать то, что сказал бывший канцлер в начале декабря прошлого года, что соглашение, которое было заключено между Украиной, Россией, Германией и Францией, по сути, было обманом в отношении России, а именно предназначалось только для того, чтобы модернизировать украинские вооруженные силы, а не для реализации прав меньшинств, которые были обещаны в этом соглашении жителям Донбасса. Это послужило одной из двух решающих причин возникновения этой войны. Это надо иметь в виду. Понятно. Господин генерал, вы упомянули, что не считаете геополитический контекст столь драматичным. Что ж, будем надеяться, но если бы дело дошло до Европейской войны, у меня такой вопрос, будет ли Бундесфер и молодые мужчины на Западе в целом готовы и способны вести войну? Когда я, будучи немного моложе вас, думаю о поколении ТикТока, о людях, которые сидят в интернете и играют в компьютерные игры, мне трудно представить, что Германия могла бы противопоставить, скажем, русским, которые имели возможность получить огромный военный опыт, боеспособную армию. Как вы на это смотрите? Ну, я высокого мнения о наших солдатах, говорю это совершенно честно. Думаю, если дело станет серьезным, когда возникнет необходимость, они превзойдут себя. Я часто сталкивался с этим в прошлом, особенно в случае с молодыми призывниками, и я могу вам сказать, однажды у меня была дискуссия с тогдашним министром обороны США Рамсфелдом, который был противником службы по призыву, и я ему сказал, да, вы сильнейшая военная держава в мире, это всем известно, но у нас самые лучшие солдаты, и это из-за обязательной военной службы. Теперь это не так, потому что призыва на службу больше нет, но у нас по-прежнему есть молодые солдаты, которые, я считаю, готовы сражаться за свое отечество. Только Бундесвер в целом, речь не об отдельных солдатах, Бундесвер в целом на данный момент едва ли в состоянии внести существенный вклад в оборону страны и альянса. Армия непрерывно истощается из-за отправки техники и снарядов на Украину, так что и этим мы допускаем огромную ошибку. Не стоит думать, что в Москве Путин или кто-то другой, кто принимает решения, о чем часто ходят слухи, решит напасть на страны Балтии или на Румынию, однако риск заключается просто в том, что будет такая эскалация, которую ни Россия, ни западные политики не смогут взять под контроль. В этом заключается настоящая проблема. И сейчас мы снова стоим на пороге расширения войны на территорию России. Это надо осознавать. Также надо учитывать, что в прошлом мы располагали значительными силами Америки и других союзников для защиты. Их больше нет. Американцам требуется от четырех до шести месяцев, чтобы перебросить в Германию технику и персонал, хотя с людьми быстрее. Вы можете вспомнить большие учения рефорджер. Тогда прилетали только военные, они брали здесь свою технику и меньше чем через 72 часа уже занимали оборонительные позиции. Это уже история. Сейчас такого нет. А российские вооруженные силы стали настолько сильны, что мы рискуем, даже просто допуская возможность войны в Европе, которая имела бы потенциал эскалации до ядерного конфликта. это было бы, на мой взгляд, почти преступным авантюризмом. И это означает в конечном итоге, что нам надо быть крайне сдержанными. Как в отношении самих себя, так и по отношению к украинскому народу. Это ключевой момент, и я не вижу этой сдержанности. Я вижу только воинов на передовой информационной войны, которая все требует и требует и требует. И они создают впечатление, что Украина может победить в войне. В этой войне никто не победит. Русским не победить, потому что их целью было не допустить расширения НАТО. А теперь им приходится наблюдать, как членами Альянса становятся Швеция и Финляндия. Украина не может победить, потому что не в состоянии вернуть свои территории. И дело, собственно, вовсе не в квадратных метрах украинской земли. Правительство Украины должно быть заинтересовано в защите своего населения. Что может быть важнее с моральной точки зрения? Вернуть несколько квадратных метров территории в регионах, где проживают люди, идентифицирующие себя как русские или русскоязычные и пожертвовать для этого десятками тысяч украинских жизней. Это морально оправдано. И в-третьих, Соединенным Штатам также не победить в этой войне, потому что они тоже не могут достичь политических целей, ради которых поддерживают эту войну. А именно ослабление российских вооруженных сил, ослабление России в целом политически и экономически. В политическом отношении мы видим обратное. Если посмотреть на страны БРИКС и сотрудничество с Китаем, мы видим огромный политический подъем России. В военном отношении российская армия много лет не была столь сильна. И здесь тоже никакого ослабления нет. Таким образом, если взять за ориентир достижение политических целей, эту войну никто не сможет выиграть. тогда остается вопрос, кто потерпит военное поражение. И это, на мой взгляд, очевидно. Это всего лишь вопрос времени. Сегодня уже есть признанные мыслители, такие как Сеймур Херш, которые говорят, что война для Украины уже проиграна, Россия победила. Я бы не стал пока заходить так далеко. Однако из текущего развития событий можно сделать вполне ясные выводы. Они совершенно очевидны любому, кто хоть немного разбирается в военных операциях и стратегии. Только, к сожалению, наше федеральное правительство практически полностью утратило способность вести дальновидную политику безопасности и принимать стратегически обоснованные решения. Требуется переосмысление ситуации и я надеюсь, что это переосмысление начнется в первую очередь в наших средствах массовой информации. Потому что это в свою очередь сможет оказать влияние на нашу власть. Четкие и в то же время полные миролюбия слова. Господин генерал, хотел бы выразить огромную благодарность. Спасибо, что поделились с нами своим накопленным за много десятилетий опытом. Это, конечно, позволит многим иначе взглянуть на ситуацию, информацию о которой они получают только из средств массовой информации, создающих иллюзорную картину. Большое спасибо вам. Вам спасибо. Всего хорошего. Благодарю. Благодарю.